В Лавинском районе реализуется краевая программа развития водоснабжения. На ее выполнение выделены более 24 миллионов рублей. Кто устанавливает таблички с запретом парковки? И 60-летие совместной жизни отметили супруги нерода. На некоторых парковках Лавинска появились таблички с надписью «Машины не ставить». Нередко из-за этого возникают конфликты между автомобилистами, желающими припарковаться в этом месте. Насколько закон остановка табличек и кто претендует на эти квадратные метры, выяснила Наталья Литвиненко. Еще в июле 2012 года ужесточили меры административного наказания нарушители правил дорожного движения. По идее, новые штрафы должны были кардинально отразиться на ситуации на дорогах. Но, как оказалось, многих водителей не напугало усиление наказания, в частности, за нарушение правил парковки. В Лавинске некоторые автолюбители личный транспорт по-прежнему паркуют там, где им удобно. Предупреждающие запрещающие знаки им не указ. У нас, значит, по городу Лавинску есть специально отведенные места для инвалидов. Это у нас улица Международная, аптека, вот потом улица Халтурина, это район казачьего рынка, где установлены знаки парковка с табличками, специально отведенных для инвалидов. То есть за нарушение парковки в данных местах административным кодексом предусмотрена ответственность от 3 до 5 тысяч рублей. Правило парковки автомобиля запрещает оставлять машину на пешеходном переходе, на месте остановки общественного транспорта, а также там, где есть знак парковки для инвалидов. Но многие автолюбители не соблюдают данное правило. Для борьбы с нарушителями стали применять радикальные меры, эвакуируя транспортные средства на штрафстоянке. Сейчас осуществляются ежедневные рядовые мероприятия в центральной части города, в районе рынка по улице Халтурина. Для того, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения и наши наряды, которые осуществляют внесение службы на маршрутах патрулирования, ежедневно осуществляют эвакуацию транспортных средств, осуществляющих парковку под запрещающими знаками. Остановка стоянка запрещена. Основная причина нарушения парковки – недостаточно специализированных мест на улицах города, так поясняют водители. В то же время в городе стали появляться случаи, когда часть стоянок занимают таксисты. На улице Карла Маркса возле торгового центра всегда много транспорта. Зачастую даже припарковаться возле гипермаркета невозможно. Хотя несколько парковочных мест здесь всегда свободно, но они отмечены запрещающими табличками. Многие водители недоумевают, почему на свободные участки нельзя поставить машины. Оказывается, эти 44 квадратных метра на пять лет арендовало городского поселения одна из служб такси. Это рабочие места такси пуля, служба доставки. Договора аренды все предоставлено на пять лет. Улица Карла Маркса в городе Лобинске является дорогой общего пользования местного значения. Состоит на балансе Лобинского городского поселения Лобинского района. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Лобинский район Крахнадского края 19-11-2012 года номер 31-81 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Лобинский район заключило договор с предпринимателем Селютиным о предоставлении земельного участка 44 квадратных метра. Это шесть парковочных мест напротив гипермаркета Магнит для осуществления размещения на этом земельном участке мест для доставки легкового транспорта и услуг населению города и района. К сожалению, нередки случаи конфликтных ситуаций между арендаторами земельных участков и автомобилистами. Первые считают себя собственниками, а вторые не могут понять, почему нельзя поставить машину, если место свободное. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Уже скоро в Лобинском районе не будет проблем с водоснабжением. В прошлом году в крае началась реализация долгосрочной целевой программы развития водоснабжения населенных пунктов Краснодарского окраина 2012-2020 годы. На ее выполнение Лобинскому району была выделена субсидия из кровообюджета в размере 22 миллионов рублей при софинансировании 10%. Услугами централизованного водоснабжения в Лобинском районе пользуются более 60 тысяч человек. Вода в дома жителей поступает из 23 водозаборов. Протяженность сетей составляет более 480 километров. За десятилетия большая часть труб износилась и нуждается в замене. Естественно, за все прошедшие годы, а своими истоками это относится еще к 70-м, 60-м годам и строилось силами тогдашних колхозов, совхозов. Все строилось где-то интуитивно, где-то без должного внимания. То есть не было грамотной проектной документации, не было до конца гидравлических расчетов, не закладывалось перспективами. Изношенность сетей составляет сегодня до 80%. Естественно, это необходимо реконструировать и поддерживать на должном уровне. Поэтому для реализации этих задач, естественно, никаких средств сегодня в бюджетах сетских поселений не хватит. И поэтому, оказывается, за все прошедшие годы поддержка администрации Краснодарского края в разных формациях. До 2002 по 2010 год существовала ведомственная целевая программа «Антикризисные меры в ЖКХ», в которой мы принимали участие. И в разные года были разные суммы и средства, направленные для реализации этой программы. В 2006 году было направлено из средств краевого бюджета 1 миллион 400 тысяч. В 2007 году было освоено уже 2,5 миллиона рублей. В 2008 году уже 5 миллионов рублей. В 2009 году, с учетом мирового кризиса экономического действия программы, было немножко свернуто, приостановлено. Направлено всего было 1 миллион 300. В 2010 году мы освоили порядка 4 миллионов. И в 2011 году уже произошли изменения. Была принята одногодичная ведомственная целевая программа. Называется она уже тогда «Ремонт системы доснабжения в Краснодарском крае» на 2011 год. И были льготные условия. Софинансирование уже осуществлялось не 50 на 50% средств местного бюджета краевого, а 90% средств краевого бюджета и 10% средств местного бюджета. В прошлом году в крае началась реализация долгосрочной целевой программы развития водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы. На ее выполнение Лобинскому району была выделена субсидия из бюджета края 22 миллиона рублей. При софинансировании 10%. На реконструкцию станции первого и второго подъема Лобинскому городскому водозабору выделяются более 17,5 миллионов рублей. Деньги направлены на закупку энергосберегающего и регулирующего оборудования, что позволит стабилизировать подачу воды во все микрорайоны Лобинска в круглосуточном режиме. Эти мероприятия будут выполнены в течение 2-3 лет. 2 миллиона 200 тысяч рублей будут потрачены на ремонт и перекладку сети водоснабжения на 10 улицах города, которые прошлой зимой были подвержены перемерзанию. Естественно, вот при таком громадном хозяйстве, я сказал, что протяженность водопроводов составляет почти 500 километров сегодня по району, и средств направлены немалые, но этого, видно, недостаточно. Чтобы привести сегодня к идеалу, чтобы устранить сегодня все утечки, потери, требуется гораздо больше внимания и проработки, разработки. И цель последней долгосрочной программы, которую ставят у нас, это не только сегодня залатывание дыр на существующую систему водопровода, а это модернизация. Это модернизация с учетом перспектив развития и потребления. Поэтому это необходимо делать, ведь сегодня при существующем порядке образования тарифов, при существующих предельных индексах, невозможности поднятия тарифов, вкладывать все те затраты, которые предприятия на добычу, транспортировку и подачу испытывают, это очень большая помощь. Мы будем продолжать участвовать в данной программе, развивать систему водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, надеемся на положительный эффект. Также в кровопрограмме водоснабжения участвуют Вознесенская и Первосинюхинская сельские поселения. Запланированные работы в рамках этой программы выполнили еще в 2012 году, что позволило снизить потери воды, сократить расход электроэнергии, а также обеспечить стабильную подачу воды. Жители Лобинска, супруги Нерода, отметили 60-летие совместной жизни. Такая свадьба называется «Бриллиантовая» и считается довольно редким событием. Юбиляров с праздником поздравили глава города, председатель совета городского поселения и орган ТОС. Историю любви узнала Татьяна Чистова. «Разрешите от главы города Василия Владимировича Клюева, также от председателя депутата Веры Владимировны Захаровой, от меня лично как председателя микрорайона Полины Ильиничной, от наших квартальных вашей Людмилы Ивановны и жителей микрорайона поздравить вас». Дожить до бриллиантовой свадьбы удается не каждой паре. А семья Нерода не только смогла сохранить хорошие взаимоотношения между собой, но и со всеми, с кем в жизни приходится общаться. «Эта семья у нас, очень долго у них они живут, очень дружные, веселые, всегда помогают соседям, если нужно, воспитали хороших детей, хороших внуков, очень дружная семья». Зоя Степановна и Михаил Денисович вместе уже более 60 лет. Познакомились они в далеком 1949 году в местечке, находящемся в 300 километрах от города Красноярска, куда молодежь отправляли на сельхоз работы. «Привезли нас, на поляну высадили с поезда, значит, сели на поляну, сидим, много нас с аптекой управления, я работала в аптеке управления на расфасовке медикаментов. Нас было четверо девчата, еще много там людей было. На поляне сидим, а барак отстраивали нам. Бараки там делали, нары сделали, печку сделали быстренько, двери повесили. К вечеру нас, значит, переписали и всех туда перевели. Но на поляне когда были, я говорю, я так пить хочу. Но он-то был со своим, с кем он работал на работе, там было у него тоже. Ну и моя тоже подруга, мы вместе работали в аптеке управления. Ну знали, что Миша его звать, ну называют там Миша, Миша, но я говорю, так пить охота. Он говорит, сейчас принесу, пошел где-то бутылку нашел, а у нас бинты же были, так дали бинты ему, он голодец нашел, принесел бутылку воды и сразу мне первой подал. Она ж хорошенькая была, красивая, умная, ну а еще что надо. Так зародились у Зои Степановны и Михаила Денисовича отношения, и пока длился срок работы, они каждый день виделись. Вечером приходит, сразу подходит ко мне. Ну мы так вот, понимаете, как, ну были просто, вот приходил ко мне, ну кино мы не ходили, там не было ни до кина, наработаешься вечером, придет, посидим вот так на нарах, посидим, и он идет в свою комнату, и в свою комнату. Два с половиной месяца работы прошли, все разъехались по домам. И они, возможно, никогда бы уже не встретились, потому что адресами не обменялись. Но Михаилу Денисовичу настолько понравилась бойкая, веселая девушка Зоя, что он во что бы то ни стало решил ее найти. Адрес не давала, но он только знал улицу. Когда мы вернулись в Красноярск, я уже и забыла про него, и до свидания не говорила. Но он меня искал, он знал улицу, что я живу на втором этаже, ну в коммуналке же мы тогда жили. Он искал, и на второй этаж только заходил и спрашивал. Козина Зоя здесь живет? Ну, а нету, да нету. А потом слышу, кто-то меня спрашивает. Я открываю дверь, а он с другом. Ну, он был высокий, конечно, красивый такой. Какой был, за такого и выходила. И я так говорю, ну, так открываю дверь. А он как увидел меня и кричит, нашел, нашел. И с тех пор Михаил Денисович и Зоя Степановна всегда вместе. В радости, горе, отдыхе и труде. У нас не было, я говорю, такого, чтобы вот это твоя обязанность, это моя обязанность. У нас не было. Кто пришел, тот управляется, тот делает. Привезли угля, ну, тогда, не знаю, потом не давали угля здесь, вот уже мы жили. Привезли угля. Ну, что я буду ждать, пока он придет. Я села вот так вот на пол, села, переколотила весь эти куски, уголь вот такой вот переколотила. Он пришел, перетаскал. С 1968 года семейная пара живет на Кубани. Сначала приезжали сюда в отпуск, а потом и насовсем. Слишком уж обоим понравился климат здешних мест, тем более в сравнении с сибирскими морозами. Вы знаете, как интересно, мороз на мне, пальто, пуховый платок вот такой вот, шаль прям пуховая. А гляжу на улицу, утки купаются, декабрь месяц, январь уже начался, мы же в отпуску еще, отпуск большой был. Утки купаются, зеленья на кругом, зеленья вот это в то время, ну-ка, 43 года тому назад. Дикость такая, что, ой, какое счастье, прям рай какой-то. Я скажу, как будто тут я и родилась. И он так же. Мы приняли как-то и Лобинский, его на работу приняли. Вместе воспитали Михаил Денисович и Зоя Степановна троих детей, а те подарили им четверых внуков и двух правнучек. Семейная пара признается, что за младшее поколение они не волнуются. Каждый нашел в жизни применение. В конце встречи Зоя Степановна пообещала в этом же составе через 15 лет отметить коронную свадьбу. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания Лоба. Пришло время узнать о погоде, я передаю слово Ирине Бирюковой. Ирина, что говорят о погоде синоптики? 17 января, по прогнозам синоптиков, облачная погода сохранится, температура повысится. Подробнее через несколько минут. Этот выпуск подошел к концу. До свидания и всего доброго. Продолжение следует...